Генеральный партнер программы – торговая группа «Абсолют». Здравствуйте! В эфире АТВ Новости, в студии Светлана Гармаева. И вот о чем мы расскажем сегодня. Мы бесконтактно доставляем лекарства. Лекарства на дом. Как волонтеры разводят медикаменты больным COVID-19. Появляются новые знакомства и находятся на самом деле нестандартные решения на их проблемы, которые их беспокоят. Дети всей страны. В Бурятии прошел семинар, посвященный образованию детей-сирот. Они без души все это делают. А у меня душа болит. И нервы, клочья. Ремонт молодежки. Кто за, а кто против. Начнем выпуск с традиционной короносводки. Общее число случаев заражения приближается к 14 тысячам. За сутки заболели еще 229 человек. Пятеро больных, к сожалению, умерли. Теперь число смертей с начала пандемии достигает 245. В стационарах республики получают лечение 2270 пациентов. На амбулаторном лечении находятся еще 2409 человек. Всего выздоровели от COVID-19 более 8,5 тысяч зараженных. В Лануде откроют 10 катков и 8 лыжных баз. В столице Бурятии идет подготовка к зимнему спортивному сезону. В мэрии уже сейчас предупреждают, что все спортивные сооружения будут работать при условии соблюдения всех ограничений по COVID-19. Как минимум, на катки и лыжные базы без масок никого не пустят. Будет ли лимит на число посетителей, пока неизвестно. Похвалили за Ледовый дворец. Бурятия стала единственным регионом с успешным примером государственно-частного партнерства по нацпроекту «Спорт. Норма жизни». Об этом сообщил заместитель министра спорта России Азад Кадыров. Мы всячески это поддерживаем и мотивируем наших коллег. Пока, к сожалению, единственный пример у нас в республике Бурятия. Напомню, строительство хоккейного центра в Бурятии обошлось в полтора миллиарда рублей. Его планируют завершить с 2022 году. Лекарства для тех, кто не может выйти из дома. Волонтеры и врачи объединились, чтобы помочь больным и тем, кто в зоне риска. Каждый день они доставляют медикаменты десяткам, если не сотням людей. И самое главное, делают это бесконтактным способом. Обеспечение лекарственными препаратами граждан, болеющих коронавирусной инфекцией, очень актуально и для нас, и для самих пациентов. Это в первую очередь профилактика заражений, нарушений режима самих больных. Для каждого пациента назначаются разные препараты. В зависимости от возраста, клиники и сопутствующего диагноза. Лекарства для тех, кто не может выйти из дома. Ситуация сейчас очень тяжелая. Людям нужна помощь, они не могут выйти из дома. Мы бесконтактно доставляем лекарства. Они их забирают, мы контролируем на безопасном расстоянии. Мы обрабатываем от 30 до 40 заявок в день. Мы сейчас вам лекарства привезли, нам нужно вы. Мы оставим лекарства около вашей двери. Вы через минуту дверь откроете, заберете, хорошо? В Бурятии прошел всероссийский семинар «Дети всей страны». На него приехали выпускники детских домов, педагоги и представители волонтерских организаций сибирского и дальневосточного округов. Какие вопросы решали и к чему пришли? Далее в нашем сюжете. Профессиональное образование – один из факторов успешной социализации детей-сирот. На форуме эксперты обозначили сложности и препятствия, которые возникают у ребят, а участники совещания поделились опытом работы при сопровождении выпускников детских домов. У нас это второй семинар совещания в этом году, третий придет в Ярославле. Наша сейчас задача непосредственно увидеть реальную картину в стране, с какими проблемами сталкиваются выпускники детских домов вообще по всей стране. Потому что, понимаете, мы говорим все «жилье, жилье, жилье». Но мы понимаем, что успешная социализация человека в обществе – это не только жилье, это образование, это работа и, конечно, общество, в котором он воспитывается и живет. Когда есть такие межрегиональные связи, ребятам всегда интересно, появляются новые знакомства и находятся на самом деле нестандартные решения на их проблемы, которые их беспокоят. Это когда здесь квалифицированные спикеры рассказывают о той или иной проблеме, что она, в принципе, решается сама собой у них прямо перед глазами. Я считаю, как раз это тот результат, о котором все мечтают. У каждого есть своя мечта, и я думаю, что она здесь реализуется. Мы решали вопросы различного характера по поводу, как сопровождать ребят, как им легче поступать в университеты и в высшие учебные заведения, в средние учебные заведения, как это должно сопровождаться документально, как и кто должен этим заниматься. То есть вопросов очень было много и обширно, очень интересно. Наставники – это потрясающие люди. Я когда вышла из детского дома, мне было трудно, и я не могла развиться. Я не знала, куда податься, хобби не было. Грубо говоря, я закрыла себе, установила купол, стену и такая «до свидания». И произошло так, что ворвались в мою жизнь некоторые люди, вытащили меня оттуда и показали мне этот мир. Сейчас я с вами говорю об этом, так что это прекрасно. По итогам форума участники семинара решили создать Всероссийскую организацию по защите социальных проектов, а лучшие из них будут получать финансовую поддержку. Это станет отличной мотивацией для выпускников детских домов. Дополнительно в рамках этого мероприятия прозвучали идеи по поддержке проектов, по грантовой поддержке, по реализации таких небольших стартапов каких-то. У нас есть меры поддержки в рамках агентства занятости, где мы и в рамках поддержки новых, создания новых рабочих мест, там порядка 114 тысяч человеку выдается. Мы посмотрим на то, чтобы разделить и сделать, допустим, определенную квоту для детей все равно, которые могли бы со своими предложениями также выходить. То есть вопрос конкретного решения по итогам сейчас нет, но есть очень интересные идеи и предложения, которые мы отработаем уже по итогам этого семинара, совещания, и дополнительные какие-то меры в любом случае предложим. Дети всей страны реализуются в рамках гранта Всероссийского конкурса молодежных проектов среди вузов при поддержке правительства Бурятии. Организаторами семинара выступили Бурятская сельскохозяйственная академия и Содружество выпускников детских домов «Дети всей страны». В этом году молодежный художественный театр празднует юбилей – 40 лет со дня основания. В честь этой даты в здании проводят капитальный ремонт. Новые стены, локации и другие обновления молодежки зрители смогут увидеть весной 2021 года. Пока театр выглядит как разрушенное здание, которое планируют возводить с нуля. Как будет выглядеть молодежка в скором будущем, расскажет Чингис Яхунаев. Театр начинается с Вешевки. Она же встретила гора цемента. Все потому, что в молодежном художественном театре начался масштабный капитальный ремонт. Уходя в экскурс истории, нужно сказать, что молодежный художественный театр в качестве некоммерческой организации был создан в 1980 году. В этом году ему 40 лет. И буквально в 2019 году он был утвержден, как принял статус муниципального учреждения культуры. На сегодняшний день здесь 29 человек работают. Из них 12 человек – это театральная труппа. Пока в молодежке идет ремонт, актеры не сидят дома в отпусках, а репетируют и готовят для зрителей новые работы. Сейчас театр тяжело узнать. Подрядчики в скором темпе выполняют свою работу. Например, на месте старого бара сейчас идет разработка кафе с удобствами для маломобильного зрителя. И в этом году происходит для сферы культуры города Улан-Удэ, наверное, эпохальное событие, потому что для нас это очень большие деньги для муниципалитета. 13 миллионов 200 тысяч было выделено на капитальный ремонт учреждения, здания, в котором функционирует как раз молодежный художественный театр. Такого ремонта не было с времен создания, так скажем. Сложно за всех, конечно, говорить, но я думаю, что, конечно, это очень волнительно для каждого творческого человека, когда стены, в которых ты играл, начинают меняться, да, как бы что-то рушится, что-то создается, что-то переделывается. Тем более, когда все своими руками в течение 40 лет делалось, да, тогда, конечно, за каждую деталь, каждый из нас очень сильно переживает, потому что этот театр строили все это время не подрядчики, а сами театралы, собственно говоря. Поэтому, конечно, когда ты понимаешь, что вот эта дощечка моя, я ее сюда прибил аккуратненько, я прострелил здесь дырочку, я здесь покрасил, я здесь зашпаклевал. И когда это начинают какие-то грубые руки, да, строителей вырывать, чтобы сделать что-то новое, конечно, сердцу больно очень. Но мы понимаем, зачем. То есть надо разумно посмотреть на вещи и понять, что в результате есть некий красивый, очень даже стильный дизайн-проект. И к этому дизайн-проекту мы придем. Но не все довольны новыми переменами. Анатолий Баскаков, основатель молодежки, с особым трепетом следит за ремонтом. Улучшить, а не ухудшить. То, что происходит в проекте, наполовину для меня ухудшение. Есть какой-то некий стандарт. Театр – это нестандартная штука. Каждый театр уникален. Но ни один театр его не строил руками. Ни Бурятский театр, ни Русский театр, ни оперный театр. Никто руками не строил из актеров. А мы строили. Поэтому я его люблю и мне больно. Я против, чтобы вы сейчас зимой ломали окна. Против того, пусть здесь подстоит зима, придет весна и начнете делать окна. И так далее, и так далее. А делайте все, что внутри. Что называется театром. А не объемы. А они делают объемы. Они без души все это делают. А у меня душа болит. И нервы в клочья. Действительно, от старого театра остались лишь рисунки на стенах и реквизит, который пока пылится в гримёрках. Я же здесь с детства. Я не родился, конечно, здесь. Но я здесь с самого моего раннего детства. Я каждую ступеньку здесь знаю. Я тоже какие-то свои силы сюда стараюсь вкладывать. И поэтому для меня каждое согласование по ремонту – это нервы. Мы над каждым объектом нашего строительства долго с подрядчиком говорим, обсуждаем. Говорим, может быть, не надо это делать. Давайте оставим. А потом понимаем, что невозможно. И для меня это волнительно, но это необходимо. По плану проекта молодежка получила дополнительные зрительские места. Галерея для художников в Бурятии, кафе-бар и зал ожидания. Ещё очень много капитальных обновлений получит театр. По словам работников, есть несколько сюрпризов для постоянного зрителя. Актёры, они, как сказать, они в боевой готовности. Они очень хотят работать. Но пока мы вынуждены онлайн мероприятия делать. Поэтому мы копим эту энергию для того, чтобы выдать потом, когда у нас закончится этот ремонт. Театр этот очень любит. У него своя аудитория. Сегодня театр работает, функционирует. Конечно, сегодня такие условия созданы, но они находятся в другом помещении. Делают, репетируют новые премьеры. Поэтому ждём всех после открытия. Планируем закончить их капитальный ремонт. Это в конце января 2021 года. И думаем, к весне мы получим новое, современное, красивое здание. У актёров, театральных работников есть своя традиция. Они здороваются или прощаются сцены. Да и в принципе всегда просят у неё сил, чтобы отыграть какой-либо спектакль. Ну что же, мы тоже это сделаем. Мы, наверное, попрощаемся с этой сценой. И надеемся, что уже в 2021 году театр откроет для нас новые двери. Это ещё не всё. Смотрите сразу после короткой рекламы. Вечная память. В Улан-Удэ открыли мемориальную доску имени Сахаровского. Мяч в игре, друзья! Мяч в игре. В Сагануре построили футбольное поле за 15 миллионов рублей. С Абсолютом готовить легко. Масло сливочное «Три коровы» со скидкой 27% всего за 109.79. С заботой. Ваш Абсолют. Новая степь. Нашумевшая выставка Зарикто-Доржиева. Уже успела удивить Улан-Удэнцев. Целый месяц его картины висят в музее имени Сампилова. Их привезли прямиком из Москвы. А до этого они были представлены в Венеции. В чём уникальность его работ, знает Мариам Восконян. Ещё год назад все эти картины висели на выставке в Венеции. А уже сегодня Зарикто-Доржиев представил их для бурятского зрителя. Новая степь. Именно так называется выставка. Уже месяц на неё можно посмотреть в музее имени Сампилова. Я думаю, что это совершенно уникальное явление для нашего города и республики. То, что мы имеем счастье, возможность увидеть в реальности подлинные работы нового Зарикто. На выставке представлено 40 картин и две скульптуры. Практически в каждой работе можно увидеть симбиоз чего-то традиционного и современного. Можно посмотреть его в интернете, конечно, Зарикто, да, Мариам? Но, поверьте, ни один экран даже самого совершенного компьютера не передаст вот это вот ощущение, которое даёт реальное полотно. Честно, ничто не сравнится, да, как это говорится, с реальной подлинной творческой работой художника. Три основные темы выставки – это видение мира через детское восприятие, преломление классического искусства через этнические корни и художественные образы степной истории. Например, вот мы сейчас стоим с вами напротив картины Сансара, одной из таких ключевых картин, которые были представлены в Венеции. Сансара – это как бы колесо бытия. И здесь мы видим, художник представил вот круговорот таких войн, потому что здесь изображены всадники, воины на коне. Они как бы неразделимы от коня, и они как бы вот представлены в таком водовороте. Работы за Рикто оценили на Венецианском биеннале. Это важнейшее событие в мире искусства. Попасть на биеннале – это, знаете, для… это такой топ, да, для художника любого, да, художника мира – попасть на Венецианское биеннале. Но здесь я почему хочу, чтобы все пришли, и хотелось бы, чтобы все пришли, потому что здесь представлено гораздо больше работ. Вот представьте, на биеннале было представлено всего лишь 15 живописных работ и еще скульптура. А здесь свыше 40 работ, только живописных, две скульптуры. На выставке также можно увидеть видеоинсталляции Аюны Сонг, подготовленных по мотивам произведений Рикто Доржиева. Из хаоса молекул и атомов появляется контур, который превращается в одно из полотен художника. Вот такое, получается, как бы погружение, то есть человек, придя из одного светлого зала, пообщавшись с картинами, зайдя сюда, в этот кинозал, ну, как бы погружается в такое немножко, в такое пространство медитации, да, я бы сказала. Сочетание традиционного, вот именно живописи, да, в сочетании с компьютерными технологиями дает такой, какой-то новый эффект восприятия. Выставка продлится до 6 декабря. У вас есть еще целый месяц, чтобы прийти и оценить работу из Рикто Доржиева. Мария Амбас Конян, Булат Зандаков, телекомпания АТВ. На фасаде дома по улице Комсомольскую выковечили память о Викторе Сахаровском. Он был участником Сталинградской битвы и обороны Ржева, заслуженным юристом РСФСР, почетным гражданином, а также работником прокуратуры. Сегодня ровно год, как его не стало, но память о великом человеке будет жить вечно. Виктор Сахаровский родился в деревне Бутыке Иркутской области. 80-летний мальчишка его забрали на фронт. Там он стал участником Сталинградской битвы, принимал участие в обороне Ржева, был ранен, комиссовали его в 44-м году. 9 мая объявили о победе, и вот он в этом году поступил учиться в школу юридическую в Иркутске. Он ее закончил, его отправили народным судьей в Ахилит-Балагатский район, в Остердинский поселок. Работал секретарем райкома, был председателем колхоза, также первым прокурором города. Виктор Федоровича знал почти два десятилетия, очень рад был знакомству с ним. Он был очень открытый, простой, такой у него юмор был. И вот очень многое он отдавал для воспитания поколения новых юристов, прокуроров. И я считаю, что вот это дело, которому он отдал свою жизнь, оно живет. И вот эти знания передаются из поколения в поколение. Я вот все время помню, в кинотеатре «Октябрь» мы ходили, ну, утром просыпались и шли на детские сеансы утренние, там, что показывали. Ну, те годы. Парк Орешково, всегда он с нами вот проводил. Как бы не был занят, удивительно. Работа достаточно такая была у него, занятая, так скажем. А он всегда нам уделял воскресенье, всегда был наш день. Мы приходили к нему раз в неделю, каждое воскресенье. И он всегда нам что-нибудь приготовил, всегда хорошо относился, был добрым. Все время дарил книги. Мы все время приходили, нам дедушка все время что-нибудь дарил, все время. Ну, дедушка делал все заранее, все время, чтобы нам было легче. Я рад, что на доме будет памятник. Он говорил всегда, живое общение – это пища для души, и физкультура – это пища для тела. Вот если, говорит, что что-то не поступает в организм, то организм затухнет. Вот он всегда это нам объяснял. Очень хороший сосед, хороший, открытый человек, всегда поможет советам, делам. Очень много двигался. С шести утра и ранее он на ногах, на прогулке, поэтому и прожил более 90 лет. Как-то мы с папой шли по улице Маяковского, мимо дома Покацкого. Он тоже был раньше прокурором в Уряде. И вот он мне показал на доску и говорит, вот, Валя, посмотри. Ну, я прочитала, что Покацкий, ну, я знала, что есть какой, ну, что мемориальную доску увидела. И он говорит, мне, говорит, такая, ну, тоже вообще-то положен, раз он почетный гражданин города. Мяч в игре. Глава Бурятии в ходе рабочей поездки в Мухаршибирский район открыл новое футбольное поле в селе Саганур. Его построили благодаря государственно-частному партнерству, правительству республики и сибирской угольной энергетической компании. Сегодня знаменательное для нас событие – открытие футбольного поля. Возведение футбольного поля в поселке Саганур стало возможным благодаря государственно-частному партнерству. Искренне надеюсь, что данное футбольное пони станет неким стартом, трамплином для наших юных футболистов к пьедестату победителей. Такое красивое поле. Футболисты, вам поле нравится? Да. Отлично. Ну, на нем можно, мне кажется, не только в футбол играть, а много что еще. Я бы просил Владимира Николаевича, чтобы эта площадка была максимально доступна для людей. То есть, чтобы здесь, ну, не знаю, насчет круглосутки, но она постоянно была открыта, и каждый желающий мог здесь заниматься. В Сагануре есть собственная футбольная команда «Шахтер». По традиции, чтобы поле им прослужило долго, и команду ждали только победы, нужно ввести мяч в игру. Сделал это лично глава Бурятии Алексей Циденов. Мяч в игре, друзья! Футбольное поле в Сагануре построили по проекту «Спорт. Норма жизни» и потратили на него около 15 миллионов рублей. Антон Симонов, Булат Зандаков, телекомпания АТВ. На этом у меня все. Еще больше новостей на нашем сайте и в соцсетях. Всего хорошего и до встречи в эфире. Покупай в Абсолюте выгодное. Колбаса «Молочная дугушка» со скидкой 37%. Всего за 94,99. Абсолют. Гарант низких цен. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok